Всю жизнь я не жила хорошо, что уходили поминать. Не уходили, а уходили поминать. Евдокии Егоровне 94 года. Когда началась война, она была совсем девчонкой. Работала в колхозе дояркой. Есть, говорит, тогда было нечего. Хлеба не было совсем. На траве жили, хлеба не давали. Траву на сушу нам ещем, лепешки стряпали, на ехе жили. Там молодые были, не считали, что это плохо. Все равно, где-то поедем, все равно работали так же. День и ночь работали. День дояли, доили коров, а ночь на складе зерно. На фронтах в это гонили, отправляли. После войны легче не стало. За плечами один класс образования. Дальше не пустил отец. Нужна была помощь дома. Поэтому после колхоза устроилась работать в дом отдыха уборщицей. Там и проработала до самой пенсии. Жилье получила в бараке. Полуразрушенный дом, прогнивший забор и покосившийся туалет. Из благ цивилизации здесь есть только электричество. Но почему-то дом до сих пор не признают аварийным. Долгое время здесь жила Евдокия Егоровна. Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла. Растопить печь, принести воды, закрыть все щели, чтобы не замерзнуть. Долгое время пенсионерка справлялась с этим сама. Где-то помогали соседи. Но годы берут свое. Постепенно в бараке она осталась одна. Зимой что-то холодно въем было. А все осталось, я там одна. Все умерли. Пили и запили. А я одна осталась. Детей у женщины не было. Сестра умерла от болезни. Не стала и брата. Позаботиться о пенсионерке некому. Выручали местные жители. Я просто ее проведывала и беспокоилась о здоровье. Если что, говорю, таблетки или что там надо. Я все ей приносила. Вот на Пасху, на родительский. Что-нибудь постряпы принесу. Постоянно ее. И вот, говорю, тут хотела опять зайти. Да, я постоянно с ней общалась. Я хотела зайти, пришла и потеряла ее. Евдокия Егоровна ходила каждый день на службу в храм в поселок Слобода. Там ее историю узнали прихожане. Люди твердо решили, нужно помочь с квартирой. Собрали документы, обратились в администрацию Первоуральска. Но оказалось, жилплощади ждать не стоит. Нам ответили, что адресной программы по улучшению жилищных условий для ветеранов войны тружеников тыла нет. Поэтому помочь они не могут. И предложили в очередь встать. Что для 94-х лет звучит как-то очень странно. Даже письмо президенту не сыграло никакой роли. Тогда попробовали обратиться в пенсионный фонд. Чтобы хотя бы пенсию немного увеличить. Женщина проработала всю жизнь, а получает только 12 тысяч. Но и там сказали, ничего не сделать. Трудовой стаж всего 27 лет. Видимо, часть документов была утеряна. Поэтому надбавок не полагается. На выручку пришли абсолютно чужие люди. Прихожанка храма приютила пенсионерку у себя. Первое время она ужаснулась то, что я ей показала. Дунягу сюда в туалет ходим. Я нажала кнопку, она говорит, сколько воды много. Потом она начала мыть посуду у меня. То есть ее вот эта вот вода горячая из-под крана, сколько хочешь. И когда даже в ванной мылись, я посадила в ванну, налила пену. Она говорит, ой, как в бане прямо. Она еще сначала, да куда ты столько воды типа льешь? Сейчас пенсионерка потихоньку привыкает к удобствам. Любимое развлечение – мыть посуду. Благо вода из крана бежит горячая. Знакомые Евдокии Егоровны опускать руки не собираются. Люди настроены решительно и хотят показать властям. Ветеранов нужно вспоминать не только один раз в году. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.